Главные новости этого дня. Известного советского и российского музыканта, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука оштрафовали и задержали в городе Хабаровске во время музыкального концерта. Это произошло после того, как Юрий Шевчук высказал свое мнение о российских властях и спецоперации. Слова Юрия Шевчука не понравились некоторым чиновникам, которые были на данном концерте. По факту чрезвычайного события возбуждено административное дело. Накануне при очень странных и загадочных обстоятельствах неожиданно ушел из жизни пресс-секретарь певца-шамана Антон Коробков-Землянский. Мужчине было всего 40 лет. Предполагаемая причина смерти – сердечная недостаточность. Однако чрезвычайность трагической ситуации заключается в том факте, что еще за час до летального исхода пресс-секретарь певца-шамана был бодр и строил творческие планы. Команда Никиты Михалкова готовится к крупнейшему мероприятию за все время создания антикоррупционного комитета. Сотрудники комитета, такие известные артисты, как Александр Домогаров, Александр Розенбаум, Наталья Варлей и певец Михаил Мурмов, готовятся к предновогодней поездке по Российской Федерации, в ходе которой они посетят такие крупные города, как Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Красноярск, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону и многие другие. В ходе данной поездки сотрудники антикоррупционного комитета будут оказывать адресную финансовую помощь пенсионерам по возрасту, открывать новые филиалы антикоррупционного комитета и вручать дополнительные новогодние подарки малоимущим и многодетным семьям. Помимо этого, у сотрудников комитета известных артистов запланированы встречи с местными жителями данных городов, которые пройдут в дворцах культуры и кинотеатрах. Известная советская и российская певица Эдита Станиславовна Пьеха, которая совсем недавно отпраздновала свой 87-й день рождения, в скором времени окажется в пансионате для пожилых людей. Такое решение было принято на семейном совете, где присутствовала дочь артистки Илона Броневицкая и сама Эдита Пьеха. Точная причина такого решения пока неизвестна. В последнее время Эдита Станиславовна испытывает большие проблемы со здоровьем и страдает провалами в памяти. Накануне вечером произошла колоссальная трагедия в мире российского шоу-бизнеса. Погибло несколько членов антикоррупционного комитета российских артистов. Сотрудники комитета, актер Василий Ливанов, два его сына Борис и Николай Ливанов, а также актер Игорь Ливанов и его младший сын Антон Ливанов сопровождали поезд дальнего назначения, в котором находился ценный груз, предназначенный для участников спецоперации. Чрезвычайное событие произошло в 150 километрах от города Севастополя, на небольшой железнодорожной станции под названием Мохнатовка. Во время небольшой остановки поезда сотрудники антикоррупционного комитета вышли на свежий воздух из вагонов. В этот момент и произошла трагическая ситуация. В этот момент в поезд попытались проникнуть группы неизвестных преступников в черных масках. Вероятно, они хотели похитить ценный груз, который включал в себя продукты питания, медикаменты, ценные подарки и денежные средства. Охрана поезда, состоящая из бывших участников спецоперации, дала достойный отпор противнику. Однако, к сожалению, не обошлось без ранений и летальных исходов. В результате чрезвычайной ситуации погиб один охранник, другой был ранен. Погиб средний сын известного актера Василия Ливанова, молодой артист Николай Ливанов. Также трагически ушел из жизни младший сын актера Игоря Ливанова, артист театра и кино Антон Ливанов. Семья Игоря и Василия Ливанова являются давними членами антикоррупционного комитета. Они работают в организации уже полгода. Комитет Никиты Сергеевича Михалкова приносит глубокие соболезнования семьям артистов. Сын известного российского телеведущего Дмитрия Шепелева и эстрадной певицы Жанны Фриске Платон попал в реанимацию московской больницы номер 44 после неудачного падения с электросамоката. Чрезвычайное событие произошло сегодня утром. Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева переезжал улицу на электросамокате в неположенном месте, нарушая правила дорожного движения. Центральные СМИ сообщают о большой трагедии в семье известного советского, российского и белорусского актера Владимира Гостюхина. В этом месяце у Владимира Васильевича Гостюхина произошли две семейные драмы с промежутком в несколько дней. В результате участия в спецоперации трагически погибли племянник Владимира Гостюхина Арсений и младший сын артиста Михаил. Сегодня утром актер Владимир Гостюхин провожает своих родных людей в последний путь. Сын известной советской актрисы Любови Полищук, российский артист Алексей Макаров, лег на срочную операцию в больнице по удалению злокачественной опухоли. Актер Алексей Макаров уже на протяжении трех лет борется с тяжелым онкологическим заболеванием. К слову сказать, что и мама актера Алексея Макарова, актриса Любовь Полищук, в свое время также страдала онкологическим заболеванием. В связи с многочисленными жалобами от российского населения, антикоррупционный комитет Никиты Михалкова начал глобальную проверку недвижимости, имущества и финансовых счетов видного общественного деятеля Геннадия Зюганова. Проверка только началась и продлится целую неделю, однако первые результаты шокировали российскую общественность. При первых обысках в семи квартирах Геннадия Зюганова, которые находятся в крупных городах Российской Федерации, такие как Владивосток, Казань, Москва и Санкт-Петербург, были обнаружены ценности и драгоценности на общую сумму более 20 миллионов долларов. Помимо этого, у Геннадия Зюганова были выявлены крупные нарушения финансовой деятельности. У Геннадия Зюганова были обнаружены незаконные финансовые счета на территории дальнего зарубежья, в таких странах, как Германия, Италия, Испания и Греция, на общую сумму более 80 миллионов евро. Многомиллионные финансовые счета общественного деятеля Геннадия Зюганова были арестованы. Антикоррупционная проверка продолжается. Минувши ночью трагически погибла солистка известной российской музыкальной группы «Краски» Олеся Ковалевская. Группа «Краски» известна широкому зрителю по такому музыкальному хиту, как «Старший брат». По данным полиции, Олесю Ковалевскую лишил жизни ее бывший возлюбленный. Тело певицы было обнаружено ночью около подъезда ее дома. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий. Продолжение следует...